Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Я еле поместила все, что я хотела на эту новую мою дощечку. Она просто обалденная. Я могу с удовольствием вам ее посоветовать. Очень хорошего качества, ручная работа. Сделано все очень аккуратно. Я заказывала ее на странице, которую укажу вам обязательно в инфобоксе. Переходите и заказывайте тоже. Можно сделать, например, подарок для мамы или для свекрови. Почему нет? В общем, вот так вот. Давайте приступим к мукбанку. Так, у нас здесь бутерброды с красной рыбкой и авокадо. Также у нас здесь блины с мясом, обычные блинчики. И все это буду запивать чаем. Сначала я, правда, себе сделала какао. Но потом в последний момент я передумала. Ребят, моя позиция по поводу сложившейся ситуации. Вы можете ее увидеть в инстаграме. Здесь, к сожалению, нельзя говорить на такие темы. Нельзя ни к чему призывать. Это может привести к блокировке вообще видео. Или к закрытию комментариев, если вы будете писать на подобные темы внизу. Так что очень прошу не писать ничего лишнего. Все в инстаграме. Что касается моего заработка. Многие спрашивали. Упал, не упал. Упал, мои хорошие. Как и у всех. Но ничего страшного. Также многие спрашивали по поводу Яндекс.Дзен и Рутуба. Буду ли я создавать там аккаунты. Если вы видите там аккаунты мои, скорее всего, это фейки. Потому что я там не создавала и не планируя. Никогда не говори никогда. Но все же. У меня очень разнообразная аудитория. Мне порой кажется, что меня смотрят азербайджанцы, которые живут в разных странах. Например, 4% моей аудитории это Соединенные Штаты. Огромная доля Казахстан. 11% То есть, если даже Ютуб закроют на территории России, я же не могу бросить свою аудиторию, которая меня смотрит столько лет и перестать снимать на Ютуб. Меня смотрят из самого Азербайджана. Даже меня смотрят по секрету 6% Армения. Там точно не живут азербайджанцы. Но все же люди меня смотрят. Мне очень приятно, что у меня такая разнообразная аудитория. Я все-таки надеюсь, что все наладится, все будет хорошо. Пытаюсь на это надеяться, верю в это. Но я не верю, что Ютуб прикроют на территории всего СНГ. Поэтому мы с вами также и будем продолжать снимать мукбанки. Сегодня хочу опубликовать для вас два видео. У меня есть один влог, который у меня потерялся на компьютере. Вчера вечером я его нашла, его надо смонтировать и кинуть. У меня мама всегда ругается. Мама говорит, зачем ты кидаешь подряд видео? Лучше оставь и кинь через день. Вот у меня не знаю, внутри так заложено. Все, что у меня есть, я кидаю. А что будет завтра, посмотрим. В любом случае, это не телевизор. Даже если я вам кинула два видео, вы можете, например, одно видео посмотреть сегодня, когда у вас есть время, другое видео завтра или послезавтра. Так что, наоборот, это вам удобно. Многим очень понравился этот ракурс. Дело в том, что я немножко сделала перестановку в этой комнате и стол у меня переехал сюда. за этим столом я рисую. Правда, последние, наверное, где-то 4 дня я ничего не рисовала, прикиньте. Для меня, для создания контента для моего бумажного канала обязательно нужно вдохновения. Авокадо, красная рыбка, сыр Филадельфия. Давно не заказывала роллы. Прям соскучилась. Всех хочу поздравить с прошедшим 8 марта. К сожалению, в день 8 марта я не снимала мукбанг. Поэтому не смогла вас поздравить, но ничего. Лучше поздно, чем никогда. В инстаграме некоторые спрашивали меня, Айка, почему ты ничего не выставляешь? Ты, наверное, поссорилась с парнем, что-то произошло, он тебе ничего не подарил. Нет. Он как раз таки подарил. Дело в том, что мы газету, наверное, год назад договорились с ним, что мы будем согласовать подарки. Не то, что он решил, взял и подарил. А он будет дарить то, что мне действительно нужно, то, что действительно я хочу. Для меня этот вариант подходит просто идеально. Я не очень люблю сюрпризы, на самом деле. мы гуляли с подружкой, и я миликом просто увидела сумку издали, когда мы ехали на экскалаторе вверх. Я подруге говорю, я влюбилась в эту сумку, какая она красивая. Необычная с таким градиентом. Это было накануне 8 марта, по-моему, 7 марта. Новая коллекция в магазине Aldo. Я, если честно, думаю, что это турецкий бренд, оказывается, это канадский бренд. Мне в комментариях меня исправили. В общем, в Моле я решила взять эту сумочку. Он мне сказал, вот как раз я тебе должен подарить подарок на 8 марта. Я тебе кину денежку, а ты на эти денежки купишь тебе сумку. И все. И я счастлива и он. и в день самого 8 марта он приехал, попросил меня спуститься. Я спустилась, увидела у него в руках цветочки и рафаэлку. И рафаэлку. Мы планировали с ним куда-то сходить на 8 марта. Он мне миллион раз говорил, что давай пойдем туда, давай сюда. У меня есть такие планы. Но у меня именно в этот день, да и вчера тоже, весь день у меня просто валялось. Было не до ресторанов, вот реально, не до каких-то подарков, не до праздников. Такая ситуация сейчас стоит просто. мне очень много всего кидают подписчики в инстаграм. И у меня просто мурашки по телу, когда я вижу эти кадры. Я впечатлительный человек. Еще я паникер. Я не могу сказать, что я такая, знаете, сильная. Думаю, блин, прорвемся. Все получится, все будет хорошо. Нет. У меня сразу паника. Какие вкусные. Блины с мясом. Топчик. В общем, состояние у меня не то было. Я ему сказала, что я никуда не хочу. Немножко меня сейчас даже добивает то, что если ты не выложил подарок в инстаграм, люди сразу думают, вот вы расстались. А может, я не хочу показывать. Вот реально человек 8 мне точно написали, что где твой подарок, а что тебе ничего не подарили. так что 8 марта я просто лежала на кровати. Я считаю, что я бы никогда в жизни не смогла бы стать психологом. я не умею успокаивать людей вообще. Мне кажется, наоборот, я ввожу еще большую панику человека. вкуснотищик. бутерброды просто топчик не хочу ничего обещать что там видео будет каждый день видео буду через день постараюсь выкладывать как можно больше потому что после каждого моего обещания мне пишут айка ты постоянно обещаешь но не делаешь не сдерживаешь свои слова поэтому обещать что-то боюсь но буду стараться вкуснотища конечно пока что просто ждем посмотрим что будет дальше как будет дальше но снимать видео я точно буду это не обсуждается просто я боюсь что-то обещать обещать какой-то график выхода видео это было очень вкусно осталось совсем чуть-чуть я наелась спасибо огромное что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была айка пока